Всех приветствуем! Сегодня поговорим про актуальные события в Германии и не только. Наконец-то Институт Роберта Коха заговорил про позитивную динамику и снижение показателей заражения и смертности от коронавируса. Изоляция, все ограничения, которые были введены, дали свои позитивные результаты. Ввиду такой тенденции многие политики заговорили о том, что необходимо уже к середине февраля снимать все ограничения постепенно и открывать магазины, парикмахерские, салоны и приводить социальную жизнь в более активную фазу. Премьер-министр Саксонии также хочет ввести определенное послабление после 14 февраля, если, конечно же, позитивная динамика будет сохраняться. Сначала планируют открывать школы и парикмахерские, а далее уже розничную торговлю. Но вирусологи, а также президент немецкой медицинской ассоциации предупреждают о том, что не стоит спешить и преждевременно снимать ограничения и карантин, так как все-таки цифры еще не стабильны и уровень заражения и смертности от коронавируса очень высок. И также не стоит забывать о мутации коронавируса, который может быть еще более опасен. Эту точку зрения также разделяет министр здравоохранения Йенс Шпан и просит людей о понимании и терпении, что необходимо будет еще некоторое время жить в условиях изоляции и ограничений. Так как сейчас активно идет процесс вакцинации, конечно же, вакцины не хватает, так как существуют определенные перебои, из-за того, что спрос на вакцину во всем мире очень высок, но тем не менее планируется, что до середины февраля будет очень много людей уже все-таки привито. В Германии по-прежнему не существует обязательного требования прививаться от коронавируса. Все делается на добровольной основе. Но тем не менее разговоры об этом не прекращаются и в других странах уже есть подобные факты. Например, в Китае существует приложение, которое может определять, есть ли у вас симптомы от коронавируса. Если их нет, то вы можете заселяться в отеле, а также ездить в метро. А в Чили, например, выздоровевшим от COVID-19 выдают определенные сертификаты. Многие крупные компании, такие как Microsoft, Oracle, Lufthansa, занимаются разработкой цифровых сертификатов вакцинации. По мнению экспертов, подобные сертификаты будут со временем приобретать все большее значение в повседневной жизни. Уже сейчас, если вы хотите куда-то полететь, то большинству авиакомпаний необходимо предъявить отрицательный тест на коронавирус. Поэтому вполне вероятно, что в ближайшее время также могут потребовать и доказательства вакцинации. Если подобная ситуация все-таки в будущем произойдет, и тем, кто привит от коронавируса, будут какие-то дополнительные привилегии, то это может разделить людей на привитых и непривитых от коронавируса, а также создать определенное давление на тех, кто не хотел делать прививку. Подобный вопрос ранее комментировал министр здравоохранения Йенс Шпан и говорил достаточно категорично о том, что они не собираются вводить официально какие-то дополнительные привилегии для людей, которые привиты от коронавируса. Но многие политики, необходимо констатировать, все-таки продолжают подобную инициативу и выступают за введение подобных мер. С полночи 24 января будут применяться более строгие правила въезда в Германию для более чем 20 стран, у которых очень высокий уровень заражения коронавирусом. По данным института Роберта Коха, к этим странам относятся Испания, Португалия, США, Чехия, Словения, Босния и Герцеговина, Сербия, Черногория, Косово, Северная Македония, Эстония, Латвия, Литва, Иран, Израиль, Ливан, Объединенные Арабские Эмираты, Мексика, Панама, Колумбия, Боливия, Египет, Албания и Андорра. Все, кто приезжает из этих стран в Германию, должны показать на границе отрицательный тест на коронавирус. Также предполагается, что уже непосредственно в самолете и до фактического пограничного контроля будут проводиться проверки, чтобы убедиться, что пассажиры предоставили отрицательный тест на коронавирус и заполнили соответствующие въездные формы. Подобные строгие правила также будут распространяться на регионы, в которых были обнаружены мутирующие варианты коронавируса. Пока в эту категорию попадают Великобритания, Ирландия, Южная Африка и Бразилия. Все путешественники из этих стран должны пройти тест на коронавирус перед отъездом в Германию, и им разрешен въезд только при наличии подтверждения отрицательного результата. Также, среди прочего, федеральная полиция ужесточила пограничный контроль в аэропортах Франкфурта на Майне, а также Мюнхена для проверки всех пассажиров при посадке и прибытии в Германию. По словам экспертов, более жесткий пограничный контроль необходимо было вводить уже давно, для того, чтобы контролировать и не допускать въезда зараженных людей. В особенности это касается мутирующей формы коронавируса. Будем, конечно же, надеяться, что ситуация в ближайшее время начнет постепенно стабилизироваться, и что со средины февраля, возможно, начнут снимать некоторые ограничения. А на сегодня это были все события, которыми мы хотели с вами поделиться. Еще больше полезного и интересного вы также сможете найти в нашей группе в Facebook, ссылка будет в инфобоксе. На этом мы всех хотим поблагодарить за внимание, пожелать вам всего самого наилучшего, крепкого здоровья. Спасибо, что досмотрели до конца и до новых встреч.